Грызть гранит науки не очень-то сочетается с весельем. Помните жалобную песенку студентов? Предстоит учиться мне в университете. Если те профессора, что студентов, мучат, Горемыку шкалера насмерть не замучат. Только здесь, в МГСУ, совсем другие настроения у первокурсников. Я думаю, это будет веселый, 4 года, у нас 4 года, мы бакалаврят. Работы здесь хоть отбавляй. В Подмосковье строительство ведется в огромных масштабах. Я надеюсь, что данный институт научит меня строить осмысленно и свою жизнь, и свои дома. У меня несколько домов. То есть вы хотите строить дома? Да. Это только кажется, что будущие инженеры-конструкторы пока разучивают только песенки. Первые зачеты у них уже в декабре. Но что отличает этот набор? Уверенность в своих силах, знаниях и талантах. Впрочем, это относится ко всем студентам во все времена. Это хороший набор. Я сама с ними работаю. Мы всегда говорим, что мы принимаем семью. Вот у нас на филиале это семья. Поэтому это наши новые члены семьи, которых мы уже любим, которых мы уже узнаем. К юным и будущим строителям пришли опытные наставники. Иван Данилович Жук когда-то строил Олимпийский проспект, на котором сегодня находится филиал МГСУ. Да и все, что вокруг создано предшественниками, строителями разных специальностей, многие из которых тоже заканчивали крупнейший строительный вуз страны. Их традиции продолжают новые поколения строителей. При вручении дипломов через 4 года здесь больше половины было красных дипломов. Ставьте себе цели. Красный диплом. И никаких мостов. Иначе говоря, попутного ветра и 7 футов подкилен. Это начало большого пути в профессию. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День». Иван Данилович Жук.